Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я считаю себя уверенным человеком, пишите вы. Ну, здесь момент такой, что это скорее концепция, чем реальная, потому что уверенным человеком быть невозможно. В том смысле, что мы все порой сомневаемся. Сомнения нам нужны для того, чтобы, значит, как-то обновлять соответствие того, что мы делаем, с тем, что для нас важнее цен. И поэтому, если человек не сомневается, если человек уверен в себе, то он рискует пропускать себя. Да, он рискует пропускать, ну, как бы, какие-то важные моменты в своей жизни. Он рискует пропускать свои чувства. Вы, наверное, слышали такую, ну, такую, такое выражение, да, может быть, как самоуверенность. Вот это оно самое. То есть самоуверенный человек как раз это тот, кто пропускает себя. Пропускает свои чувства. Пропускает свои чувства. Пропускает свои эмоции. Пропускает свое отношение к людям и к самому себе. Поэтому то, что вы считаете себя уверенным в себе человеком, выглядит, скорее, как некий, некий такой концепт, что я должен быть в себе уверенным. В том, что я делаю, я не должен сомневаться. Вот. Подобная проблематика требует своего корректирования, своей корректировки. Так или иначе. Потому что в уверенность вы можете сбегать от определенных проблем. Которые, собственно говоря, у вас есть. Которые, собственно говоря, есть у любого человека. То есть идея не решить проблемы, а идея в том, чтобы научиться с ними взаимодействовать конструктивно и адекватно. Дальше. Копаясь по городам, иногда публично выступаю. В новой компании могу запросто подурачиться. С девочками легко общаюсь, но при этом отношений никогда не было. Странные связи, флирт, дружеские были. Ну, здесь вы, по сути, пытаетесь как бы подтвердить то, что вы уверенный в себе человек. Но, по большому счету, это выглядит как бегство от, скажем так, бегство от близких отношений. От доверительных отношений. По сути, вы описываете страх эмоциональной близости. Потому что нужно раскрыться, нужно проявить свои чувства, нужно быть уязвимым. А уязвимым быть вы боитесь. Вот. С этим тоже нужно работать. Научиться уязвимости. Принять в себе уязвимость. И открыть вместе с ней чувственность, искренность. Приехал в другой город, попал в новое общество и испытал влюбленность. И уверенный человек сразу пропал. Появился ребенок, которому нечего сказать. Уныленький, глуповатенький мальчишка. Это ваше отношение к вашим чувствам. Обесценивание. И, собственно, то, от чего вы бежите в уверенность в себе. Хотя, очевидно, что девочке, то я не безразличен. При этом стараюсь наоборот, опакнуть человека и стараюсь не подступаться. Страх быть брошенным, страх от вершения. По ощущениям, как будто в школу вернулся, где был подобный сценарий. И кажется, что каждый раз я испытываю подобную эмоцию. Когда я испытываю подобную эмоцию, я так реагирую. Здесь момент такой, что речь идет, скорее, не про то, что вы любите человека. Как такового. А здесь момент простого, что вы через любовь к человеку пытаетесь самоутвердиться. То есть для вас любовь – это возможность самоутверждения. Вот. А не направленность на другого человека. У меня была школьная любовь. Некоторые знали, что это взаимно. Какое это имеет значение, что некоторые знали? Она хорошо общилась с другими одноклассниками, он к ней стремился, но она воспринимала его как друга. Я почему-то думал, что у них больше химии. Пусть она уже будет с ним, а я пострадаю и буду двигаться дальше. Это вот ваше отношение к конкуренции. То есть конкурируя, для меня в первую очередь важно не проявить себя, а победить. А поскольку я знаю, что победить не получится, то лучше я отступлю. Хотя это был бы отвратительным для меня сценарием. Хотя до этого был учебный год, где мы мило общались, вместе жили, сидели на некоторых уроках. Потом резко в какой-то момент перестали общаться. Ну а вот когда вы говорите, что перестали общаться, здесь важно понимать, кто именно с кем перестал общаться, потому что пока это вот непонятно. То есть выем, а? Новый учебный год, экзамены, она с этим парнем к физике готовится, а мне учеба безразлично к тому моменту стала. Интересно почему? А означает ли это, что вам ваша жизнь в целом не очень интересна? Она с этим мальчиком теперь сидит на первом ряду, математики решают, а я сзади ничего не хочу делать, чтобы быть с этой девочкой. А вам сколько лет, что вы так вот пишете про школу? Мне показалось, что вы совершеннолетний, и вы с вами говорите, что как будто вы вернулся в школу. То есть как-то у вас здесь, на мой взгляд, очень резкий переход от реальности в прошлое. Либо для вас это до сих пор очень драматично и непрожито. Чувства к ней были и много намеков было, что взаимно, но я просто перестал с ней общаться. Почему? Вживую контактировал ноль. Но иногда в любовном сообщении меня пытался пригласить ее погулять. Почему-то вы очень нерешительный, чего-то вы боитесь. На все нареагировал мальчик, и мне было плохо. Возможно, вас это травмировало. Больше я ничего не писал. Возможно, низкая самооценка и нелюбовь к себе. Коль и так, с этим нужно работать. Хотя я стараюсь делать то, что я хочу. Это не означает, что вы любите себя или что у вас повышает самооценка. Любовь к себе, я думаю, искренне. Нет. Тут такой отказ, и мне плохо. Хотя, казалось бы, вот любовь, влюбленность, скорее всего, взаимно, если не буду тупить, но я настрою мысли негативные. Нет, с ней мне будет не очень. Пусть мне понравится парень, я не знаю, что с меня разговаривать. Вы очень сильно себя обесцениваете. Что делать, как убрать этот сценарий? Работать с ним? Психотерапия, Макси, вам нужна психотерапия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!